Привет, друзья! Меня зовут Марина. Это подкаст не без дела о рукастых людях. И это специальный выпуск для телеграм-канала «Подкасты наступают». В этом выпуске я расскажу, какой смысл я вкладываю в этот подкаст, что он для меня значит, и еще расскажу о своих любимых подкастах. Как раз 20 августа подкасту исполняется год, и самое время подвести небольшие итоги. Для начала пару слов о себе, потому что очень важно поговорить о себе. Я вяжу одежду, и как раз год назад я решила увольняться с офисной работы и целиком посвятить себя вязанию. Но у меня не было вообще знакомств в творческой среде, и я не понимала, как мне туда влиться. И было придумано делать подкаст, знакомиться с небольшими марками, микробизнесом, с ребятами, узнавать, как они выросли, то есть как они добились успеха. Но это должны быть ребята, которые делают что-то руками, желательно своими. Ну и, соответственно, я буду спрашивать у них, с чего они начинали, как они развивались, с какими трудностями столкнулись, о том, как нашли себе там мастерскую, как договаривались с магазинами и так далее. То есть это полезное дело, с одной стороны, делиться опытом, да, с другими людьми, ну, со мной и другими людьми, в том числе, которые будут слушать подкаст. И заодно это знакомство. И плюс ко всему мне не хотелось, чтобы это было сухое интервью. Мне хотелось все теплых, таких домашних, ламповую беседу. И в итоге, мне кажется, это получилось. После каждой записи я получаю невероятнейший заряд вдохновения. Причем слушатели мне пишут, что они тоже вдохновляются, что каждый раз, прослушав подкаст, не испытывают подъем. И такой же подъем испытываю я во время записи. Даже несмотря на то, что это занимает много времени, отнимает много сил, все равно я чувствую заряд энергии. Заметила, что мне достаточно легко получается заболеть человеком, стать немножко его фанатом. И плюс ко всему, когда я готовлюсь к интервью, я изучаю соцсети человека. Я погружаюсь в него, и это еще более усиливает мое фанатичное состояние. Я заметила, что когда я нахожусь в таком состоянии, то запись выходит еще круче. Ну, по крайней мере, для меня, я надеюсь, это чувствуется. Ну и в итоге все беседы, конечно, выходят теплыми, как я и хотела. Это невероятное чувство, когда ты сидишь на кухне у человека, с которым ты не был знаком неделю назад, который не знал тебя неделю назад, который просто взял и согласился записать подкаст, пустил меня к себе домой незнакомого человека и рассказывает какие-то вещи, которые первому встречному не рассказывают. Мне даже приходится вырезать эти вещи при монтаже, потому что это не для широкой публики. И вот это доверие — это просто какое-то невероятное чувство. Это настолько классно, что даже некоторые моменты нашего разговора, которые еще были до основной записи, я стала их монтировать в отдельный бонусный выпуск, ну и хотя бы для спонсоров на Патреоне я их выпускаю. И вот вы представьте, ты разговариваешь с человеком, который делает что-то своими руками, и ты узнаешь его философию, узнаешь его историю. И это уже не просто вещи, которые он сделал, это не просто шапка, которую он связал, не просто брошка или еще что-то. Это уже живая вещь, вещь, историй. Ты видишь, сколько в нее вложено, как это все сделано, как это, возможно, даже сделано на коленке, но как это круто выглядит. И это очень классно. И ценность такой вещи, она, конечно, сразу возрастает, она уже становится гораздо глубже, уникальнее. Наверное, я упомяну пару историй. Одна девочка выучилась на ювелира не в каком-то там учебном заведении, она просто пошла в ювелирную мастерскую. Ее взяли, просто увидев, какие крутые штуки она делает из полимерной глины, ее взяли в ювелирную мастерскую, научили ее работать с драгоценными металлами. Она смогла, научилась. Она свой стиль продолжила из полимерной глины в серебре. И она крутой ювелир. Или еще одна девочка делает шелкографию на одежде дома, сама в домашних условиях. Она сама подготавливает трафареты. У нее есть рамка с сеткой для нанесения краски. И она все это делает вручную. Это очень круто. Или еще история. Девушки, мама и бабушка вязали настолько много шапок, что она решила, ну, пора как бы делать из этого бизнес, раз они так много вяжут. Или девушка, которая перепробовала очень много всего, но перепробовала не просто сходив на мастер-класс, а посвятив какую-то часть своей жизни, там, несколько месяцев ювелирному делу, керамике. И она слушает себя, она чувствует, что ее руки хотят что-то делать. И она это делает. Она не противится. И причины, по которым она перестает чем-то заниматься, не просто потому, что там надоело и не понравилось, но они более серьезные, более глубокие, и она обязательно к этому вернется. И, конечно, помимо всех этих рассказов, это не просто интервью. Это также размышления, это истории, переживания. Это классно. Ну, в общем, вы, наверное, уже поняли, что я сама фанат своего подкаста, да. Также ребята зачастую мне рассказывают о других невероятных мастерах, которых я сама бы, наверное, и не узнала. И они тоже делают какие-то мега крутые штуки. У них какая-то своя философия. Также я заставляю ребят дарить друг другу подарки, чтобы они знакомились между собой. Потому что мне хочется, чтобы все дружились. Самое классное для меня – это когда, благодаря моему подкасту, кто-то узнал о новом мастере, который ему очень понравился, который ему близок. Это моя цель. Давайте я пару слов еще скажу про название подкаста, откуда оно взялось, и дальше уже перейду к своим любимым подкастам. Название «Не без дела». Мне хотелось, чтобы название было связано с рукоделием, и оно было немножечко таким двусмысленным. Ну, потому что если вы произнесете «Не без дела» быстро, возможно, вы услышите что-то не то. Я гуглила всякие пословицы, что-то там фантазировала-фантазировала, получилось «Не без дела». Ну и, конечно, повлияло то, что молодой человек у меня уже купил хороший микрофон, но микрофон не использовался. И он стоял без дела, и нужно было его как-то применить. Я люблю все применять. И вот его тоже применили, и теперь микрофон не стоит без дела, то есть он тоже не без дела. Короче, это какая-то дурацкая игра слов, которая мне очень нравится. Что ж, перейдем ко второй части, моим любимым подкастам. Я слушаю подкасты в основном за рулем, а, соответственно, это в основном русские подкасты, на английских мне тяжело сконцентрироваться за рулем. Ну, я предпочитаю либо нарративные подкасты, или подкасты по делу, то есть я не люблю пустые рассуждения от людей, которые не особо смыслят в теме, о которой они размышляют. Так, список подкастов. Первый подкаст – «Критмыш». Подкаст о критическом мышлении. Ведущий подкаст имеет медицинское образование, так что чаще всего подкасты, на медицинскую тему, и там всякие крутые штуки, о которых я даже и не задумывалась, и даже не только медицинские. Ну, проще, наверное, послушать, чем я буду рассказывать. У меня нехорошо получается рассказывать. Второй подкаст – это «Групп Диджитал». Это коротко по делу про новости социальных сетей. 20 минут, очень быстро, очень емко. Третий подкаст – «Не перебивай». Нарративный подкаст, очень не банальные истории. Например, история молодого человека, история потери, потому что у его жены был рак. Я, честно говоря, не помню, какой именно рак, но они… Я знаю, что они даже женились, когда уже было все понятно. Она даже была в инвалидной коляске, и было понятно, что как бы ей недолго осталось жить. Также там была история про девушку с биполярным расстройством, как она с этим живет. История альпиниста, который возвращался из горного похода один, потому что его напарник сорвался в пропасть. Ну, и другие интересные истории. Это надо слушать. Четвертый подкаст – «История Большой Бороды», про космос, научно-популярный подкаст. Тоже все по делу. Интересно. Дальше. Пятый подкаст – «Про людей». Ведет Лев Пикалев. Тоже нарративный подкаст. Интересные истории людей. Самый такой выпуск, который мне запомнился. И, кстати, сам Лев говорил, что благодаря этому выпуску он задумал подкаст. Это про перинатальные потери. Дальше. Подкаст «Ну, пап». Разговор девушки моего возраста со своим отцом, с человеком предыдущего поколения, про всякие современные штуки. Ну, там, конечно, очень интересный отец. Он любит пошутить. Вот. Очень забавный подкаст. Дальше подкаст «Летчицы». Это буквально пять выпусков про женщин в авиации. Классный подкаст. Интересно узнать было. Я ревела даже. Следующий подкаст я иногда слушаю «Работник месяца». Девушка-ведущий приглашает представителей всяких профессий и проводит с ними небольшое интервью. Не могу сказать, что я фанат этого подкаста. Это единственный подкаст, который я могу слушать на скорости, на двойной скорости. Я не всегда согласна с жизненной позицией ведущей и ее гостей. Но какие-то мелочи все-таки интересно бывает узнать. Так, ну и, наверное, последний подкаст, который я упомяну, это «Кристина. Добрый день». Мне очень нравится узнавать из него про новые подкасты. Особенно я ценю в подкастах голос ведущего. Мне очень важно, чтобы мне был приятен голос. Я неприятный голос слушать не буду, наверное, как и многие из вас. А ты за 20 минут как раз-таки можно понять, нравится ли, как говорит человек, приятно ли это, и стоит ли его слушать. Ну и, наверное, все. Также я слушаю всякие музыкальные подкасты, но не думаю, что стоит их упоминать, потому что это все дело вкуса. Слушайте подкасты – это классное дело. Слушайте мой подкаст или не слушайте мой подкаст, как хотите. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok